Приспособление людей с ограниченными возможностями здоровья к особым условиям является важным условием к реабилитации. Для успешной адаптации в быту специалисты по комплексной реабилитации в Доме-интернате «Забота» микрорайона Московский стараются помочь воспитанникам подготовить их к дальнейшей самостоятельной жизни. В этом убедилась Альбина Ламкова. Пельмени почему? Яичницу. Что еще? Суп. Я пока только начинающий. Сегодня Мурат приготовил для гостей борщ вместе со своими друзьями по интернату. Еще ребята напекли блины, хачаные столы, от еды ломятся. Сервировали тоже самостоятельно. В Доме-интернате «Забота» 48 воспитанников. И не все мобильные. У каждого из них своя, порой очень непростая судьба. В учреждении дети проходят трудовую реабилитацию. Для этих целей оборудовали швейную мастерскую и мини-типографию. Тут команда специалистов помогает освоить детям и дополнительные профессии, что дает возможность стать социально самостоятельными и самодостаточными. Для этих целей построили и обувную мастерскую. В скором времени она тоже откроется. Сроки обучения для каждого индивидуальны. В зависимости от сложности нарушенных функций и имеющихся ограничений жизнедеятельности у воспитанника. Минуша опускаем, вот рычажок опускаем. А в эту игру не взять? Она сама втянет туда. Основная задача работников учреждения – приучить детей к самостоятельной жизни. Для успешной адаптации в быту специалисты по комплексной реабилитации стараются помочь освоить необходимые бытовые навыки. Конечно, всё индивидуально и зависит от психовизических недостатков ребёнка. В первую очередь мы детей обучаем готовить самостоятельно, стирать, гладить, ухаживать за собой, стараться жить без посторонней помощи, взрослой помощи. В этом году получили 8 воспитанников квартиры. Естественно, мы ведём постинтернатное сопровождение, следим за бытом, за тем, как самостоятельно дети выходят в социализацию. Один из них – Мурат Гетманов. Его квартира на первом этаже в нескольких шагах от дома-интерната. А самое главное – рядом с людьми, которые за годы проживания в нём стали друг для друга родными. Он безмерно рад. Квартира полностью готова для проживания, хороший ремонт. Жилая площадь обставлена необходимой мебелью, которую Мурат выбирал на свой вкус. А самое главное – для удобства в пользовании. Вот то, что я могу достать, всё снизу положил. После экскурсии, проведённой в своей квартире, Мурат пригласил гостей за стол. Ставим чай. На берчо у нас там суп есть. О своих эмоциях Мурату сегодня тяжело говорить. И всё это от счастья. Слов нет. Сейчас новосёлу предстоят хлопоты, связанные с приобретением в быту мелочей. Но всё это – приятные и радостные заботы. Ведь теперь Мурат – хозяин не только своей жизни, но и собственной квартиры. Альбина Ламкова, Лебастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Микрорайон Московский.